Ваша задача сейчас по действию определить и вытащить из меня какие-то техники, которые могли бы быть привлекательны для какого-то проекта. А моя задача не рассказать вам об этом. Весь пикап основывается на том, что девушку сначала нужно шокировать. Просто выбить ее. Взбесить. Взбесить. Появляется энергия. И с этой энергией уже можно танцевать. И дальше слово за слово. Здесь нужно только обладать бесстрашием, радостью, любовью. И девушка уже в постели. На самом деле это актерские технологии. То же самое касается и выхода актера на сцену. И с залом. Общение с залом. Потому что зал это, конечно же, женская стихия. Деньги здесь не играют большой роли. И на самом деле, если мы коснемся жизни, деньги вообще не играют роли. Играет роль сама жизнь. Сам драйв жизни. Вот за это люди готовы платить. Привет, меня зовут Анна Мангайт. Это Forbes Anthology. Интервью с выдающимися тренерами личностного роста, которые действительно умеют менять ваши жизни. Снимаем мы их здесь, в Башне Федерации, в Forbes апартаментов. И вот сейчас начнем. Вадим Демчог, российский актер театра и кино, педагог, создатель авторских проектов на радио и телевидении в интернете и в театре. Создатель уникальной концепции самоосвобождающейся игры, объединяющей теорию и практику мирового театра с трансперсональной психологией. Руководитель театра Орли Кинеада. Вел еженедельную передачу «Мистификацию Фрэнки Шоу» на радио «Серебряный дождь». Автор более трех сотен сценариев и пяти книг, с 2016 года существует мобильное приложение «Демчог» как дополнение концепции игры, где мастер в том числе начитывает книги по психологии, художественные этюды, а также классические тексты восточных религий. Напоминаю, это Forbes-онтологи, и мы разговариваем сегодня не с совсем обычным тренером личностного роста. Это актер, педагог, режиссер Вадим Демчог. Здравствуйте, Вадим. Скажите, пожалуйста, вот вы совсем не похожи на всех моих собеседников в этом проекте. Не может быть. Ни на одного из тех, кого я интервьюировала. Расскажите, в чём особенность вашей методики? Вот так сразу с места в карьер. Ну надо сначала познакомиться, было бы хотя бы расскажите о своём детстве, там то-сё и так далее. Сразу, значит, о технологиях, да? Я занимаюсь самым опасным делом из возможных. Самым разрушительным. Человек, владеющий этой технологией, очень трудно уживается в современном мире. Да? И я думаю, что вы уже заинтригованы. Я ставлю центр. Что это значит? Это большой секрет. Это обнаружение точки, на которую опирается весь внутренний космос. Мы, конечно же, наверное, осведомлены все о том, что всё пространство опирается на какую-то одну маленькую точку, благодаря которой всё происходящее в мире обретает равновесие. Да? И вот эту точку надо найти. Зачем мне это нужно? Не нужно. Ради бога. Никого, ни к чему принуждать нет смысла. Не нужно? Я пошла. Да. Ну всё, мы закончили. Спасибо. До свидания. Я слышала, что вы в рапках ваших тренингов играете с людьми, которые к вам приходят. Нет. А что же? Мы живём. Мы живём, потому что всё соткано из игры. Нет ни одного явления, которое не соткано из игровых ингредиентов. И жизнь в целом можно определить как игровой конструкт. Мы сейчас играем с вами в интервью. Вы сейчас находитесь в определённой ролевой позиции. Эта ролевая позиция соткана из определённых ваших убеждений, ингредиентов, прожитых жизней, детства и так далее. Разных комплексов страхов, вожделений, желаний, интересов и так далее. Мы сейчас схлёстываем с вами два пространства. Да? И определённых ролевых функций. И ваша задача сейчас по действию определить и вытащить из меня какие-то техники, которые могли бы быть привлекательны для какого-то проекта. А моя задача – не рассказать вам об этом. Ну, у вас сложная задача тогда. У меня сложная. Нет, у вас сложная задача. У вас сложная. У меня сложная задача. Ложная. Ложная, неправильная задача. Нет, я на самом деле сыт тем, что разбазариваю то, что знаю. Вы же за деньги разбазариваете. А деньги здесь не играют большой роли. И на самом деле, если мы коснёмся жизни, деньги вообще не играют роли. Играет роль сама жизнь. Сам драйв жизни. Вот за это люди готовы платить. Да? А деньгами сейчас никого не искусишь. Люди сидят вон в машинах за миллионы долларов, да? И задыхаются от того, что у них ускользнул очередной миллион. Да? Это разве жизнь? Это не жизнь. Кто эти люди, которые приходят к вам на ваши тренинги вот с этими правилами игры? Нет. Которым интересна возможность прикоснуться к самому мгновению живого. Вот эти люди, которые уже сыты мертвичиной, те, которые уже больше не хотят жить в прошлом, которые не хотят жить иллюзиями будущего, но которые хотят творить и оказаться в мгновении здесь и сейчас. Потому что только здесь и сейчас есть жизнь. Её нету ни в будущем, ни в прошлом. А всё-таки с какой проблемой приходят? Потому что люди не приходят не от хорошей жизни, они обычно приходят от наличия проблемы. Единственная проблема – отсутствие центра. Это значит, центр вынесен вовне. То есть в какие-то интересы. То есть я ищу эту драгоценность где угодно – в мужчине, в женщине, в деньгах. Кстати, в каких-либо делах, в каких-то интересах, но только не внутри самого себя. Обнаружение центра – точка отсчёта всех дорог. Всё, на этом можно заканчивать интервью. Дальше уже вопрос технологий. Не знаю, как мне ещё раз зайти в этот вопрос. Я специально это делаю. Я специально вышиваю вас из стереотипов. Ну, ээ... Я буду очень сильно ругаться. Я люблю провоцировать интервьюеров. Но мне, может, так стать неинтересно. Но вы мне уже второй раз рассказываете одно и то же. А я хочу понять. Вот есть люди, у которых обычные бытовые сложности. У них там выгорание, кризис среднего возраста, а им надоело заниматься тем, чем они занимаются. Они никакой проблемы с центром не ощущают. Как их привозят к вам? Что они? Где они увидят? Объявления в интернете? Мне не нужны эти люди. Как они узнают о вас? Они мне не нужны. Мне неинтересно никого учить. А что вы интересны? Если люди хотят стать компостом для будущих поколений, это их выбор. Если же они озлобились и поняли, что, блин, чтобы они не делали все херня в этой жизни, вот тогда они притягивают к себе как к магнитам тех, кто может ответить на их вопросы. Нужна игра, очень озорная и очень увлекательная, чтобы, увлекшись ею, человек нанизал себя на центр. Все. А чем игра отличается от упражнений, которые обычно дают на тренингах? Игра – это единственный феномен, которому нас никто никогда не учил. Единственный. Все остальное постигнуто в игре. Когда первый раз ребеночек обратил внимание на мамину грудь, из которой течет манна небесная, или ударил по погремушке, и с ним мир вступает в игровые взаимодействия. Да, и ребенок начинает играть. Постигая мир, ребенок создает свой игровой социум, осваиваясь в нем, он преодолевает его и обнаруживает, что за пределами его игрового социума еще больше игровой социум. В годы идут, ребенок взрослеет, игрушки дорожают, и вот его машинки уже стоят несколько миллионов. Да, а игровые модели те же самые. Он осваивает ту или иную игровую территорию, игровые взаимодействия, и расширяет свой способ взаимодействия с внешним миром. А игры вы сами придумываете, которые вы играете с теми людьми, которые приходят к вам на тренинг? Откуда они берутся? Как играют дети – это, наверное, самый простой пример для человеческого языка. Потому что у ребенка всегда в руках какой-то объект, палочка, кусочек глины, камушек и так далее. И на этот предмет ребеночек обрушивает весь свой опыт. То есть есть какая-то ролевая функция, которую он лепит, он также шлепает по попке эту игрушку, как мама шлепала его, он также подбрасывает ее, как папа подбрасывал его или ее. Он также рядит, кормит, наказывает, играет, говорит каким-то голосом специальным. Есть кто-то, кто играет с этим. То есть есть что-то большее, чем сам ребенок. Есть ребенок, есть кто-то большее, некая творческая сила, некий актер, который искусно проводит эту палочку или кусочек глины через драматургию. И есть что-то глубинное, что наслаждается этим процессом. И таким образом мы получаем три составных ингредиента любой игры. Есть то, что смотрит, потенциал пространства, то, что играет, некая творческая мощь, и весь расклад игровых ингредиентов, ролевых функций. В каждом из нас живет огромное количество ролей. Как только мы начинаем хоть немножечко наводить резкость на то, что мы из себя представляем, мы понимаем, что это миллионы и миллионы ролей, которые мы репетировали с самого раннего детства, даже не осознавая этого. И второй вопрос. А кто переключает каналы? Кто перебрасывает с одной роли на другой? С папой мы одни, с мамой мы другие. С детьми, с соратниками, с боссом, с полицейским, который остановил нас за превышение скорости. Это все... Мы абсолютно разные. Но каждый из нас — атомная бомба. Каждый из нас просто кладезь каких-то абсолютно невероятных проявлений, которые мы всячески сдерживаем. И вот когда приходит время узнать, а что же я такое на самом деле, за пределами этих трех процентов, вот тогда они притягивают людей типа свихнувшегося Демчога. Какие свойства могут проявиться у человека, когда он прошел вот этот вот этап высвобождения? Основной тренд времени — это, блин, я устал. Нет энергии. Ни на что нет энергии. Все достало. Ради чего? Это основной тренд. Чашечка кофе с утра. Взбодрился на работу. Ладно. Растрясся. Вроде бы появилось желание жить. К вечеру опять все уходит. Очень такой суетливый сон. И утром опять. Да? Человек, который знает центр и знает себя целостного, он знает источник живого. Он знает в чем и где и как он жив. И как только из этой точки живого он выходит и интегрирует себя в те или иные необходимые действия, все эти действия исполнены невероятной силой и харизмой. Потому что он является очагом интереса для всех. Вот такой, да? Как только ты обрел это бесстрашие, из бесстрашия естественным образом возникает радость. Потому что блин, на моих руках так много ингредиентов. Я могу соединять такие удивительные глубокие смыслы. Я могу творить. Потому что творить можно только здесь и сейчас. Только зная центр. А если ты знаешь и исполнен радости, ты не можешь эту радость удержать при себе. Ты начинаешь разбрызгиваться. И так творится любовь. Мне очень нравится этот этюд. Это очень красивый. Ничего не поняла про центр. Да, да, да. Очень многие очень многое ничего не понимают. А я очень люблю злить персонажей, которые на меня смотрят. Наоборот, я посвящаюсь, жду, когда появятся те слова, которыми я могу хоть как-то подключиться, которые я знаю. А я не планирую вам давать те слова, которые вам нужны. Потому что я планирую сказать только то, что я считаю правильным сказать. Абсолютно. Я с вами абсолютно согласна. Вы мне рассказываете то, что вы считаете нужным и ответить. Это прекрасное интервью. Это когда эмоции начинают зашкаливать через край. И действительно, вот это на самом деле самая главная опора для хорошего, живого интервью. Сейчас творится жизнь. Вот прямо сейчас. Я сейчас олицетворяю того самого скучного, приземленного человека, предположим, из мира бизнеса. Вот он такой умелый. Правильно. Вот он из тех, кто все время уставший, бодрится кофе, нужно наднетать энергию на работе и передавать ее людям. Приходит к нему, он человек совершенно из другого санатория, который говорит и измеряет все другими категориями. Мне очень трудно, конечно, нащупать что-то, за что... Давайте нащупывать. Что я могу купить в этой ситуации? А я ничего не планирую продавать. Ну как? Вы продаете тренинг. Нет. Ну как же, конечно же, да. Я не продаю. В том-то и дело. Я не продаю. Для организации этой передачи знаний необходимы средства. и все. Я просто организовываю процесс. Но этот процесс является следствием запроса. Я не 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 манифестирую везде о том, что купите. Нет. И правда, на самом деле, то есть, это особый уровень уже, как сказать, присыщенности, когда тебе, у тебя нет необходимости что-то кому-то навязывать. Это такой уровень глубины знаний. Да? Потому что это бриллиант. Если он вам не нужен, окей. Но бывает, что вы не находите общего языка с людьми, которые пришли к вам на тренинг. Что они не приемлят, например, вот этого... Придите ко мне на спектакль и придите на тренинг. По крайней мере, после этого интервью, я уверен, многие озадачатся этой мантрой, так назовём. Что такое здесь и сейчас? Что это? Вот я вот пью, делаю глоток. Это здесь и сейчас? И так далее. Да? Ответа не будет. Ответ практический. И тогда он отыщет и прижмёт Демчога к стене в какой-то момент и скажет, что такое здесь и сейчас? Говорю, welcome на тренинг. Там мы организуем несколько правил, школу игры, да, и просто с самого начала пойдём, и ты внезапно обнаружишь, что внутри твоего живота трепещет какая-то бабочка и обнаружит свой центр и начнёт вырабатывать тот самый баланс, обнаружит ту самую точку, опираясь на которую весь его внутренний космос приходит к пониманию целого. Как вы стали педагогом? Вот вы были актёром и режиссёром. Как вы решили, что вам научить? Ответ очень простой. Я просто всю жизнь исследую природу творчества. Как творческий человек мне интересны сами механизмы. В какой-то момент для того, чтобы расти самому, я собрал вокруг себя команду. Зеркалясь друг в друге, мы обнаружили удивительный рост и внутренние, самораскрытие творческое. Так возникло очень мощное силовое поле. Система учеников. Да, и он просто смотрит и повторяет. И так разработывается целая грандиозная методика. У нас в телефонах уже живут наши учителя. Есть тренажёрные залы. И можно просто следовать определённым инструкциям, таким образом накапливать определённый потенциал, возвращать себя в целостную позицию, обнаруживать центр. Люди стали просто приходить, понимая, что они все актёры на сцене жизни. И в каждом спит актёрский потенциал. Мы говорим с вами на иностранных языках. Я не люблю ни слова творчества, ни слова космос. Не люблю вообще абстрактные понятия, связанные с красивостью. Но вы чувствуете, как энергично наше интервью? Ну, потому что вы профессионалка. Нет. Вы меня накачиваете, я с удовольствием принимаю. Естественно, я занимаюсь с вами пикапом так называемым. То есть я вас провоцирую энергию, а потом эту энергию... Вы как считаете, вы меня склеили? Пикап – это же на самом деле соблазнение. Как считаете, у вас получилось? И это тоже... Нет. Весь пикап, он основывается на том, что девушку сначала нужно шокировать. Да? Просто выбить ее... Взбесить. Взбесить. Появляется энергия. И с этой энергией уже можно танцевать. Да? И дальше слово за слово. Да? Здесь нужно только обладать бесстрашием, радостью, любовью. И девушка уже в постели. Да? На самом деле, это актерские технологии. То же самое касается и выхода актера на сцену. И с залом. Общение с залом. Потому что зал – это, конечно же, женская стихия. Сколько времени занимает вот эта трансформация, которую совершаете вы? Год. А вот в рамках... Год, если есть очень мощный, пробужденный, мотивированный отклик, если человек хочет работать. И в течение... Год – это если все, если человек мотивирован и готов, да? Конечно. А если он изначально не понимает, к чему быть готовым? Вот как типа я. Не знает, что будет, изначально агрессивен, настроен. О чем разговор? Вы отказываете? Да я не отказываю, я просто игнорирую. Не хочет, не надо. Я хочу научиться харизматичному спикингу, я хочу научиться умению фокусировать вокруг себя внимание, я хочу научиться стягивать энергию, я хочу команда образования, и пошло-поехало, и так далее. Как удерживать сильных, развитых людей в контексте командной работы, и так далее. И дальше уже начинаются технические вещи. И есть один тренинг, второй тренинг, первый модуль, второй, третий, четвертый, Димчок 100%, и так далее. Но я никого не тяну. И более того, я агрессивно никого не тяну. Если человек не проявляет интереса, или пришел просто изучить мой тренинг, сам сидит в уголке, и не включается в те контексты или упражнения, которые я предлагаю, я просто его игнорирую. И мы выполняем на территории этих трех процентов, которые знаем о себе, и какими мы, собственные нужны современному социуму, эти скучные ритуальные функции, от которых уже тошнить начинает на определенном возрастном отрезке. Вот что страшно. То есть, когда человек умирает, и он не знает, что такое жизнь, и он прекрасно понимает, он мертв. Он не жил ни одного мгновения в своей жизни, может быть, до пяти-шести лет в своем детстве, когда из него брызгала эта энергия жизни. А потом он умер. А тем, кто к вам приходит, вы их заставляете это сформулировать для себя? Ну, что умер, что все вообще ноль, что нужно начать с меня. Я говорю с ними на таком же языке, на каком говорю с вами. Жестите. Ну, если это можно назвать жестью, то ради бога. И у меня все проекты такие, как сказать, они провокационные. Но на сколько процентов это традиционные актерские практики, которые дают актерских мнений? А нету традиционных, понятия традиционности. Традиционность это как бы вопрос давно ушедших в прошлое вещей. Есть Константин Сергеевич, есть Михаил Чехов, есть Гротовский, Арто, Брук, Дзамима Токия, Хуан Фанчо. Я могу много перечислять. Разные традиционные имена, которые остались в своем времени. Сейчас мы общаемся с совершенно другими людьми. Наши детки вырастают в виртуальных реальностях. Они за пределами тела. И это персонажи, которые уже переключают себя как каналы в телевизоре. А нельзя играть самим, без тренинга? Можно. Может, есть какие-то игры, которые мне позволят без 120 дружелюбных людей это делать в лагере? Можно. Я вообще не люблю, когда 120 человек вокруг меня зеркалят. Мы такие трогательные существа на самом деле. Самое главное, почему мы тоскуем, и это, наверное, самое сосущее под ложечкой чувство и запрос, это то, чтобы найти кого-то, кто увидит нас во всем том объеме возможностей, какой в нас на самом деле спит. Нам очень трудно самим пробудиться. Должен появиться кто-то... Психотерапевт. Нет. Любящий глаз. Некий любящий глаз. Психотерапевт зарабатывает. Есть другие формы отношений, но как только появляется кто-то, кто говорит, ты больше, в тебе такой невероятный потенциал, у нас у всех замирает сердце. Это вы любящий глаз? Это вы любящий глаз? Ну, почему вы сразу так все как бы конкретизируете? Я говорю непосредственно о глубинных вещах. У меня тоже есть кто-то, кто видит меня. Ну, а как вы помогаете появиться этому любящему глазу в жизни человека? Да. Есть очень мощный контент. тренингов, который обнаруживает природу нашего собственного дара, нашего глубинного гения. Греки называли его даймон, римляне стали называть гений. В период прихода христианства даймон, потому что это очень мощная энергия, творческая мощная энергия, был переименован в демон и посажен за решетку. Ну, и возникли целые культурные контексты, которые сформировали определенный язык и так далее. А сколько стоит год растить креативность и обнаруживать точку отсчета вот с вами? Я не подсчитывал это. У меня нету такой программы, которая... Я не продаюсь. Но вы же не буро в секте. У вас же все-таки это бизнес? Да нет, я актер. Вы спутали чуть-чуть. Есть, наверное, персонажи, которые занимаются... есть запрос, собирается команда, меня приглашают. Другой подход. Я актер. Я выхожу на сцену и я работаю с живой энергией. Да? И я создаю определенные проекты, которые можно перечислить и которые, как бы, я думаю, и так все уже знают, потому что они обладают какой-то удивительной привлекательностью. Они манят. Они... Самая большая валюта на самом деле в современном мире... Это скромность. Это внимание. Так. Да? И внимание скоро люди, наверное, научатся копить и расплачиваться этим вниманием. Потому что умение сфокусировать в современном мире внимание — это адский труд. Это очень дорогой продукт. Потому что детки, например, да и взрослые, это вот расфокусированность внимания — это самый больной тренд. Ну, тренд болезни такой современного общества. Потому что как только внимание расфокусировано, ничего нельзя сделать. Нужно сначала выработать, накачать мышцы концентративного усилия. Этого в современном мире нет. Очень мало кто владеет сконцентрированным вниманием. Дайте мне такое упражнение. Придите на тренинг в силовое поле конкретной работы. Люди выходят в круг и начинают что-то делать. Тогда это эффективно. А персональные бывают тренинги у вас? У меня нет времени тратить на персональных людей. Я занимаюсь созданием силовых полей. И мне нравится, когда возникает очень мощная энергия и зеркалясь друг в друге, люди узнают свой объём. Вот эти игры мне интересны. Спасибо большое. Было очень интересно. Вообще ни на кого не похож Вадим Демчук. Как минимум, стало любопытно, что же происходит дальше после того, как выключается камера. И Вадим перестаёт быть актёром и становится просто обывателем. Какой это такое? Обыватель? Камеры ещё включены? Нет, конечно, не выключены. Выключите, конечно. Нет, ну включены, если это продолжение интервью. Вы знаете, я брала интервью у Жириновского. Жириновский вот так вот, в жизни вот так вот примерно живёт. А потом включает камеру, живёт вот так. И всё, и все просыпаются. Я знаю. Он тоже актёр. Он, да, артист на политической сцене. Обыватель – это мертвец, если просто назвать вещи своими именами. Ну да, это негативная коннотация. Потребитель – это мертвец. Потребитель – это всегда где-то вовне. Мне не хватает чего-то, что мне нужно потребить. То есть, это позиция бедного, мёртвого человека. Человек, который находится в позиции богатого человека, да, он всегда в контексте жизни, да, плетение здесь и сейчас. Такой роутер, а раздаёт. Я сожалею, что вы трактуете это всё таким узким, обывательским языком, потому что всё гораздо богаче. Как? Вы узнаете на тренинге, Вадим Ильич. Да? Хорошо, спасибо. Камеру можно выключить. Ну, первую рекомендацию, которую можно дать, это кончик носа. И всегда, во всех ситуациях, какие бы могли бы вас взволновать или выбить из центра, то есть, всегда есть возможность сфокусироваться на кончике носа и начать дышать. Вдох-выдох за один счёт. Два. Три. И таким образом мы даём мозгу сфокусироваться на какой-то точке, сузив его внимание, которое обычно разбрызгивается на все раздражающие эффекты вовне, и мы успокаиваем ум. И как только ум успокаивается, мы начинаем видеть ситуацию гораздо более широко. И из этой широкой позиции делать выбор. Выработать этот навык «Основа всех основ». Самое простое и коротенькое – это когда нас захватывает огромное количество эмоций, разрывает на части, то замереть на мгновение и спросить себя, в какой роли ты сейчас? И как только возникает этот вопрос, ты сразу понимаешь, что ты не есть эмоции, которые тебя захватили, ты не есть ни одна из мыслей, которые через тебя текут, ты не есть даже своё тело. Ты есть то, что смотрит, то, что играет, и та ролевая функция, в которой ты сейчас беснуешься. И тебя разбирает смех. Ваш осенний университет «Форбс. Антология». 12 увлекательных уикендов осенью 2019 года, посвященных главным технологиям персонального развития. 12 звёздных тренеров и их лучшие практики. Уникальное пространство на головокружительной высоте в Сити. 90-й этаж Башни Федерации. Всё, что деловому человеку нужно узнать о трансформации, чтобы владеть лучшими инструментами персонального роста. КОНЕЦ КОНЕЦ